Ну и продолжая тему прошлого сюжета, хотелось бы узнать, как в этот день будет проходить празднование этой юбилейной даты, даты вообще по всей республике. Ну а расскажет нам об этом специальный гость, это Попов Сергей Валентинович, старший референт государственного советника республики Саха-Якутия. Доброе утро. Доброе утро, Виталий. Как ваше настроение? Ну, сегодня праздничное, конечно, настроение. Виталий, хотелось бы нашу НВК Саха поблагодарить с этой возможностью. У нас, конечно, сегодня очень ответственный день, мы очень все волнуемся. Но, тем не менее, празднование мероприятий личности такого масштаба, конечно, началось, ну не сегодня начнется, да, началось, можно сказать, заранее, можно сказать, за год. Это, конечно, можем сначала начинать с наших самых маленьких участников этого мероприятия, событий, да, это детсады, это начальные школы, классы, это школы наши, да, там проходили николаевские чтения. Они очень активно принимали участие. Потом газета Кайскель, основанная Михаилом Фимовичем, провела свой, своего рода мини-конкурс на тему «Задай вопрос первому президенту». Приняло участие очень большое количество детей. И 120 детей, конечно, мы отобрали и пригласили на встречу, на личную встречу с Михаилом Фимовичем. И встреча прошла в нашем музее «Россия – моя история». И, конечно же, дети очень получили такой позитивный заряд, очень хорошо общались с первым президентом. И Михаил Фимович остался очень доволен. Он сказал, что дети наши, конечно, тоже выросли, вопросы задают очень серьезные. Была очень искренняя беседа. Кроме того, хотелось бы отметить участие нашего флагмана СВФУ, который уже несколько лет, как традиционный Михаил Фимович, как почетный профессор СВФУ, читает лекции, актовые лекции и принял участие в большое количество студентов, преподавателей. И, кроме того, конечно, хотелось бы отметить наших простых людей. Поступает очень много поздравлений из Улусов, из России, из дальнего зарубежья. Например, приехал, даже приехал один из ведущих специалистов по работе с отдаленными детьми из Сингапура, Патрик Лам. Этот человек как бы символизирует развитие азиатских тигров. Он стоял на истоке работы с отдаленными детьми, которым Михаил Фимович Николаев тоже обращает очень большое внимание. А насчет того, что будет праздноваться, сегодня мы, конечно, выезжаем в родную луз Михаила Фимовича. Там будет большое мероприятие с участием большого количества людей. Их тоже надо, следует отметить, поблагодарить. И сегодня будет в Сахотеатре празднование юбилея Михаила Фимовича в 5 часов. То есть, как вы сказали, что даже не за год эта подготовка началась к юбилею? Нет, конечно, конечно. Это, понимаете, вот люди такого масштаба, да, такой личности, они своей деятельностью охватывают всю республику, даже всю Россию, можно сказать. И, как видим, тоже зарубежье, да. Поэтому вовлечено очень большое количество людей. Это же мы... Хотелось бы, конечно, отметить, что человек, который жизненно наполнен смыслом жизни всей республики, следует вот так отмечать, потому что это, наверное, нам надо больше всего, нам, простым жителям, чтобы мы объединились, чтобы мы как бы вокруг Евгения Михаила Фимовича. Это очень прогрессивный человек, это очень, так сказать, мудрый человек. И хотелось бы, конечно, отметить то, что республика так и откликается, все люди так и понимают это. И вот поэтому очень отрадно, что в этот светлый день мы будем отмечать все вместе. Даже те, кто присутствует, те, кто не присутствует, но все мы, можно сказать, мысленно, духовно будем вместе. Спасибо. Ну и, дорогие телезрители, напоминаю вам, что вы можете поздравить с юбилейной датой Михаила Фимовича по номеру 5577. Для этого отправьте смс-поздравление с пометкой «Новый». Большое спасибо, что встретили это утро вместе с нами, поделились этой интересной и доброй, позитивной информацией.